Покупать машину сейчас или подождать? Этот вопрос терзал автолюбителей еще в начале года. На рынке новых автомобилей сохраняется дефицит, который был вызван выросшим спросом. Как заявляют автодилеры, в этом году производители в течение года повышали цену шесть раз. Таким образом, стоимость нового авто увеличилась более чем на 20%. Так, за бюджетную иномарку придется заплатить свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей. За авто отечественного производства попросит от 700 тысяч. Поставки автомобилей, соответственно, всем брендам в ограниченном количестве, что, конечно, рынок перегревает, потому что люди, тем более обычно 3-4 квартал, люди, когда приобретали, меняли автомобили. Соответственно, трафик достаточно высокий. Автодилеры отмечают увеличение сроков ожидания поставки новых автомобилей. Это связано со снижением производственных мощностей заводов по изготовлению микрочипов, которые применяются в блоках управления электроникой автомобиля. Опасаясь дальнейшего повышения цен, автолюбители готовы купить практически любую машину. Это позволяет продавцам сбывать автомобили с большим количеством дополнительного оборудования, что, в свою очередь, ощутимо влияет на конечную стоимость покупки. Высокая цена заставила покупателей обратить внимание на рынок БУ автомобилей. Купить машину с пробегом по привлекательной цене – миссия невыполнима, шутит специалист по поиску поддержанных авто Павел Семенов. На рынке поддержанных автомобилей, если сравнивать с периодом начала прошлого года, в среднем стоимость поднялась примерно на 20-25%. Это относится абсолютно ко всем бюджетам, абсолютно всем классам автомобилей. И самое интересное, поддержанные автомобили подорожали больше, чем новые автомобили. В прошлом году из-за падения курса рубля подорожали все комплектующие на новые автомобили. Соответственно, люди все пошли скупать новые автомобили, из-за этого образовался дефицит. Очередь продлилась на 2-3 месяца. И, следовательно, те, кто хотели купить новый автомобиль срочно, им пришлось идти на рынок поддержанных автомобилей. Продавцы поднимали необоснованно цены, и поэтому вторичка выросла быстрее. Специалисты рассказывают, чтобы приобрести бюджетную иномарку с пробегом до 100 тысяч километров, придется потратить не менее 700 тысяч рублей. Годом ранее предложения в этом сегменте начинались от 550 тысяч. Не меньше прибавили в цене автомобили автечественного производства. Так, за машину с небольшим пробегом и на механической коробке передач продавцы попросят от 400 тысяч. Для сравнения, в прошлом году ценовой диапазон был от 320 до 350 тысяч. По словам автоподборщиков, количество предложений на рынке автомобилей с пробегом заметно сократилось. Поэтому специалисты советуют не затягивать с покупкой как новых, так и поддержанных машин. Максим Магомедов, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События.